начинаем нашу работу с построения нам нужно поделить лист по горизонтали и по вертикали пополам определить его центр в этом центре мы будем располагать кружок обратите внимание круг должен быть достаточно маленький чтобы не упираться в края потому что у нас там будет еще толщина нашего в бортика который вот у гнезда есть поэтому нам нужно будет наметить этот бортик уменьшить кружочек и показать толщинку бортика далее мы намечаем место наших яичек с помощью направляющих нам нужно показать направление наших яиц и их серединку далее на эту палочку мы насаживаем овалы помните то что у яичка кончику сужается овальчик а к низу расширяется посмотрите на картинку сбоку лучше сначала нарисовать овал а потом уже скруглять так будет намного проще и если вам сложно крутите лист крутите лист чтобы руке было удобно вести линию вот такого-то плавно после того как мы наметили наши три яйца обратите внимание они у меня не касается не заходит один над рукой мы делаем обрамление с толщинкой похоже на бублик это будет наша наше гнездо и далее мы будем намечать веточку наверху это будет верба если помните как мы рисовали вербу в первом уроке то рисуем шарики и насаживаем на веточку их слева у вас небольшая подсказка все тоже самое просто направление немного изменяется можно добавить еще пару каких-нибудь веточек помним то что шарики у нас располагаются шахматном порядке и наверху у нас маленькие вот такие вот две лодочки маленькие такие семечки затем переходим к цветочку который находится внизу сейчас я покажу как мы рисуем цветочек мы делаем кружочек далее определяем у него центр далее еще один кружочек внутри этого кружочка затем делим его на несколько половинок похоже на часы и далее на вот эти вот палочки мы насаживаем наши лепестки мы делаем вот такие вот лодочки которые к низу к серединке нашей тычинки сужаются обратите внимание то что все лепестки разные и у них достаточно большой промежуток между собой единственное не вылазите за круг чтобы кружочек держали лепестки обратите внимание далее я сзади насаживаю больше лепестков которые прячутся за основными можно их два в три ряда даже делать как вам нравится за счет этого получается более живой более такой вот природный цветочек не идеально не идеально ровный главное не выходите за круг и точно так же мы рисуем 2 цветочек можно делать более загнутые лепестки лучше сделать его чуть поменьше чтобы они были не одинаковыми и в принципе вот такой вот рисунок готов можно еще одну веточку добавить для такой вот симметрии до что у нас там два цветочка и тут две веточки ну и в принципе можно уже переходить к линеру рисовать линером начинаем обводить цветочков обратите внимание слева я показываю как я обвожу цветочки серединку мы такими барашками делаем далее мы сильно обводим лепестки которые на переднем плане они у нас более детальны более выделены и слегка буквально просто прохожусь еле-еле касаясь линера задние лепестки еще этот прием очень помогает если у вас всего лишь один линер и нету толстого и тонкого ну и конечно же добавляем нашим цветочкам штриховку кстати вот эти вот линии которые мы рисовали на которые насаживали лепестки нам помогают тоже выбрать направление слишком много штриховки делать не нужно можно добавить точечки на серединку а штриховку лучше делать только на нижних лепестках который в тени ну и второй цветочек точно такой же как и первые далее мы переходим к вербе как только закончили с вот этими цветочками верба мы рисуем точно так же как и в первом уроке то есть вот эти вот пушистые штучки мы рисуем палочками лепестки мы просто обводим палочку ну веточку мы такими вот кривыми линиями делаем и создаем текстуру на вот этих вот пушистых штучек точечки на лепестках мы штриховку делаем и на палочки тоже штриховку и на палочки тоже штриховку вот этой вот это штриховка гнездо у нас будет неровное поэтому особо его обводить не нужно просто можно наметить его очертания чтобы чтобы когда мы стирали она не прошло то есть внутренней и внешней вот эти вот вот эти линии вот эти бублики потому что когда мы будем стирать чтобы это не пропало можно еще пару таких вот ли не добавить и все теперь переходим к яйцам яйца довольно таки сложно обводить за один прием вы ровно не обведете такие круглые вещи для этого нужно хорошо поставленная рука годы практики для этого во первых советую не обводить полностью а лишь проводить несколько линий в которых вы точно уверены то есть мы проводим линию которая прерывается обратите внимание смотрите я еще вращаю линию для того чтобы не было удобнее все это нарисовать а далее мы уже будем подправлять то есть далее мы уже будем наращивать вот эту вот линию делать ее более толще если мы где-то ошиблись ничего страшного мы можем утолщить а если мы где-то провели слишком лишнюю линию то можем наоборот белой гелевой ручкой все это сделать теперь я все удаляю фарма пластом лишний карандаш и буду смотреть что можно доделать нужно посмотреть что мы имеем вот видите я провела неровно линию но это ничего страшного потому что сейчас мы будем корректировать это все если у вас есть линер толстый берите его сразу потому что мы сейчас будем очень много штриховать гнездо мы рисуем вот такими вот палочками как будто веночек у нас идет палочки у нас в разные стороны но лучше их рисовать по кругу какие-то могут вылезать какие-то будут просто идти в другую сторону но все-таки форму нужно сохранять то есть большинство палочек идет по форме но какие-то будут вылезать и рисуем вот так вот их много 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 далее будем внутренние палочки рисовать там у нас очень темно поэтому мы смело можем обводить яйца делать их более темными заодно можно скорректировать после того форму уже определились формы что вот она нас устраивает мы будем полностью там закрашивать но мы не сплошную закрашиваем оставляя такие пробелы потому что мы там все-таки будем добавлять цвет штриховка тоже такая хаотичная самые темные места это под яичками потому что там у нас тень мы так хаотично закрашиваем чтобы были пробелы но в то же время был такой вот темный цвет такая вот штриховка как будто сено там какой-то ну и в принципе все мы переходим к акварели обратите внимание акварели мы будем закрашивать сначала яйца я сейчас покажу как это делать мы берем разводим сильно водичку с колером и оставляем вот такой вот блик потом полностью яйцо закрашиваем и вносим туда цвет для яичка который находится слева я взяла колер фиолетовую светлую и сильно разбавила его водой затем я закрашиваю но оставляю вот этот блик я полностью закрашиваю яйцо потом беру просто больше колера и вношу его только в определенное место для нашей работы я взяла фиолетовую темную и ей все это закрасил тоже полупрозрачно далее я буду вводить потихоньку цвет и затемнять у меня самое темное место это вот как раз попка попка яичко и я ее затемняю например синей краской то есть я взяла совсем другой цвет для затемнения зато получился такой вот красивый градиент когда мы наносим краску мы ее хорошенько растушевываем водичкой то есть помогаем водой краски сделать такой вот плавный переход также если кисточку хорошенько вытереть промыть то ей можно убрать лишнюю краску для второго яйца можно взять как крапла красные как фиолетовую светлую или карминовую главное чтобы был более такой розоватый оттенок в тень мы добавляем больше фиолетового то есть я карминовой все закрасила а потом добавила фиолетовую светлую как темный такое вот самое темное место для третьего яичка я взяла желтую но можно ее например смешать с какой-нибудь охры золотистой чтобы получился такой немного оранжевый а в тень я добавила английскую красную я ее смешала желтый чтобы не сильно отличалась ну и в принципе любой какой-то бежевый нам подойдет можно даже оранжевый внести вообще фиолетовый и желтый и оранжевый очень красивое сочетание вспоминаем цветовой круг если вы не очень разбирайтесь у меня в клубе здесь есть такие упражнения есть такой урок про цветовой круг но оставляем яички в покое даем немножко подсохнуть и начинаем заполнять наш наше гнездо самое темное место это конечно же под ними и мы там можем взять смело степию умбруженную и прямо хорошенько все это прокрасить все равно коричневый будет немного проступать поэтому у нас не будет такого эффекта как будто там что-то черное как будто черное какое-то пятно все равно QL5 она 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 Продолжение следует... Для гнезда я использую разные оттенки бежевого. Давайте начнем сначала с таких вот светлых оттенков и просто рисуем такие же палочки. Грубо говоря, мы разными оттенками коричневого, бежевого рисуем то же самое, что мы рисовали линером. То есть да, мы повторяем движение линера, только уже чуть больше выходим за линию, не забываем прокрашивать там, где у нас цветочки, там у нас будет тень, мы еще потемнее там сделаем. И вот так вот слой за слоем насаживаем наше гнездо. Используем разные оттенки, за счет этого будет смотреться интересно. Можно взять еще английскую красную, потому что она у нас веточку. Заодно прокрашиваем веточку вербы. Помним, как мы красим. Просто проходимся английской красной по самой веточке, а далее добавляем крапла красной. Слева еще раз небольшое напоминание, как мы рисуем нашу веточку герба. Продолжение следует... Ну и потихоньку затемняем нашу веточку, добавляем больше пигмента, добавляем больше краплака красного, чтобы сделать ее поконтрастнее. Тот же самый краплак, ту же самую английскую красную мы будем добавлять в гнездо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Еще раз берем белую гелевую ручку Рисуем прожилки на наших цветочках Также можно пару прожилок и каких-то там точечек поставить на вербе Также точечки можно поставить на цветочках На яичках тоже можно на яйца пару точечек поставить Будет очень интересно смотреться Но также можно скорректировать форму яиц Добавить пару точек бликов И будет интереснее намного смотреться Чуть-чуть добавить рефлекса у яичек Потому что есть такая штука как рефлекс Ее никто не отменял И в принципе скорректировать чуть-чуть форму И готово Осталось только добавить пару брызг Субтитры создавал DimaTorzok Присылайте свои работы Показывайте, что у вас получилось Если у вас возникли какие-то трудности То обязательно об этом говорите Будем разбирать Давать упражнения Да, яйца довольно-таки сложно рисуются Но это в принципе тоже Такой вот процесс обучения интересный Чтобы делать объемными объекты Как всегда, закрываем наш рисунок Основную часть листочками Далее забираем цвет И стучим кисточкой Берем тот цвет, которым мы рисовали Как будет интересней Продолжение следует... Продолжение следует...